165 герц 2к разрешение и вей матрица что из себя представлять такой монитор сколько он стоит какие у него есть преимущества недостатки давай разбираться мой основной монитор довольно дорогой это тоже 165 герц но с разрешением 4k и ips панелью скажу честно я в нем души не чаю и очень его люблю правда ценник кусается сильно и сегодня для меня будет небольшой эксперимент видна ли разница между 2к и 4к монитором какая разница в цене и самое главное что из себя представляет современная в и и матрица особенно после aps в общем будет интересно итак в качестве подопечного будем использовать монитор от hyper модель sb 2704 как понятно из названия монитора диагональ его 27 дюймов и одна из основных фишек этого монитора как раз таки изогнутый дисплей и вот тут я уверен зрители разделятся прям на два лагеря кто-то скажет да зачем мне этот изогнутый экран мне и обычного более чем хватает а кто-то наоборот захочет попробовать при этом все будут правы фишка действительно интересная и более того не нова просто сейчас изогнутый монитор стал более доступным его можно купить в среднем ценовом сегменте без проблем наша модель прямой этому подтверждение цена варьируется в диапазоне 22 23 тысяч рублей актуальный ценник смотри по ссылке внизу за эти деньги помимо монитора мы получаем официальную продажу в россии и гарантию плюсом идет неплохая комплектация помимо самого монитора внутри лежит руководство пользователя и гарантийный талон hdmi кабель версии 2.0 дисплей порт кабель версии 1.4 и комплектная ножка для установки монитора на стол касаемо самой коробки внутри монитор защищен толстым слоем пенопласта да и в случае чего монитор вы покупаете в россии и с гарантией поэтому волноваться в этом случае не стоит кстати приобрести моник можно в сети линке где можно сразу проверить матрицу на наличие битых пикселей в моем экземпляре нет ни единого битого пикселя до из-за света на самом деле не критичный в пределах нормы пару слов про дизайн строгий и минималистичный черный дизайн с красной полосой на задней части впишется такой монитор почти что в любой интерьер чем же отличается IPS монитор от вей если кратко то это разные технологии компоновки пикселей и панелей из преимуществ в ей это более контрастная картинка но углы обзора хуже чем у IPS нет с точки зрения ттх и углов обзора IPS и VA схожи но у VA матриц искажение цветов под углом все-таки больше и именно поэтому производители стали делать мониторы с VA матрицами изогнутыми наш хайпер не стал исключением и имеет небольшой изгиб который по заявлениям производителя позволяет больше погрузиться в игровой процесс также у монитора хайпер черный цвет действительно глубокий по сравнению с моим основным IPS единственное что подсветка панели все-таки не самая равномерная на черном изображении по периметру видны небольшие засветы опять же одна из конструктивных особенностей всех VA матриц по характеристикам и теории все понятно а как монитор показывать себя в играх он же все-таки игровой какие преимущества недостатки выделил я в играх все шикарно 165 герц обеспечивают достаточно плавную картинку благодаря которой ты и стреляешь лучше и в целом играть намного комфортнее лично я считаю что 144 или 165 герц это минимум для современных шутеров так сказать золотой стандарт 2023-2024 годов также порадовало отсутствие ярко выраженного glow эффекта а вот ghosting по сравнению с IPS панелью куда более ярко выражен опять же это не минус конкретного монитора а скорее конструктивная особенность типа матрицы но и ценник для таких характеристик уж очень приятный как-никак 2к и 165 герц видно ли разница между 2к и 4к безусловно да особенно если ты играешь довольно близко к монитору как это делаю например я ну а если разница между full hd и 2к и снова да причем заметная но прежде чем выбирать разрешение монитора проверь свой пк и видеокарту смогут ли они выдавать стабильные 170 200 фпс при 2к разрешении если да то 2к мониторы брать однозначно рекомендую касаемо цвета и общей цветопередачи специально для этого монитора мы сделали собственный замер ну а что там с тестами то безусловно я сделал замеры но так как монитор в основном игровой то и ограничился тестом с преобладанием цветов в целом результат ожидаемый для данной ценовой категории в стоке у hyper преобладают зеленые оттенки фиксится это обычная настройка внутри самого монитора ну а стоковая яркость из коробки 180 кандел на метр квадратный запас настройках есть но лично для меня столько было достаточно ну а что по итогу если разница между моим основным монитором и новинкой от hyper да безусловно есть критичная ли она скажу честно да не очень до разрешение меньше да тип матрицы другой но ту же айпеску выгнуть во время производства ты попросту не можешь поэтому оба монитора отлично подходят для игр и фильмов подходит ли hyper под монтаж и цветокор честно говоря не совсем ведь даже сам вендор намекает тебе на упор в гейминг поэтому для работы с цветом я бы смотрел в сторону айпиес панели ну и финальный вопрос а можно ли играть на 2к мониторе своей панели в 2023 году с комфортом конечно можно благо вариантов на рынке сейчас много и монитор от hyper один из них ну а что по итогу скажу честно разница между 2к разрешением и full hd действительно есть я ее лично ощутил при этом всем также заметная разница в герцовке между стандартными 60 герцами у монитора и 165 или 144 мя смотря какой тем монитор есть будет и так далее опять же если твой комп выдает стабильные 160 плюс fps ну а покупать этот монитор или нет решать только тебе меня по-прежнему зовут арсений ты был на канале игроман покупай правильные и проверенные крови девайсы мониторы и увидимся уже совсем скоро в следующем видео пока